Пока на Новый вокзальный все стоит и одни водители неравно томятся в ожидании, другие, более находчивые, объезжают пробку по улицам ближайшего частного сектора. Вот здесь вот три ряда едут машины, три ряда, и едут, и едут, сутками едут. Ну как жить тут, как жить? Ребенка уже вытащили чуть-чуть с подколес, с велосипедником ребенка. Вы что думаете? Не выйти? Старуха за хлебом пошла старуха, чуть машину не сбила. У жителей десятки подобных историй. Все улочки, пересекающие улицу Мирную в частном секторе, тихими не назовешь. Жителям окрестных домов до того надоело автодвижение под их окнами, что они заплатили деньги рабочим, чтобы те установили блоки, препятствующие движению автотранспорта. Однако такая самодеятельность вне рамок закона, потому жителям придется заплатить еще раз за то, что эти блоки убрали. За одно утро все проезды в частном секторе на Мирной стали сквозными. Сотрудники МЧС освободили себе дорогу. Устанавливая блоки, жители не предусмотрели, что препятствует проезду спецмашин, пожарных и скорой помощи. В чрезвычайных ситуациях, когда счет идет на секунды, запасные подъезды искать некогда. Были случаи на улице Заразька, которую мы первого убирали. Там в том году было загорание, перед Дом годом было загорание частного дома, пожарная машина подъехать не могла. Не могли проложить рукавные линии для подачи водоснабжения и установки пожарных машин на водоисточники. Несанкционированная установка блоков, которые препятствуют проезду транспорта во дворах – проблема общая для всего города. Но остро она стоит именно в частном секторе. МЧС приходится заранее расчищать путь на всякий пожарный случай. Марина Матвеевична, Владислав Манин. События.